Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. Культ Поход. 12.06 и начинается программа Культ Поход. Рады приветствовать вас в этой программе Николай Голиков и Владимир Светанин. Хорошего настроения вам желаем, хорошей пятницы, удачного завершения рабочего дня. Впереди три выходных праздничных дня. И в небе светит солнце. И в небе светит солнце. И солнечная Светлана Занько у нас. Добрый день. Настал все-таки этот момент Света. Ну все-таки... Свет, с вами солнце приехало. Ну мы хотели, мы старались. Давай мы все-таки тебе дадим возможность рассказать о этих впечатлениях и эмоциях. Нет, не получится. Ну давай хотя бы пять минут. Потому что Роман Цепелев все-таки входит в нашу студию. Роман сейчас будет присаживаться. Но все-таки давай пять минуток посвятим вашей поездке с Анной Лапшиной. Там поездки куда, зачем. Мы здесь в промозглом Кирове находились в сыром, а вы там наслаждались прекрасной погодой. Ну расскажи, слушателям, я думаю, будет очень интересно. Я не знаю, насколько будет интересно. Надо честно признаться слушателям, что меня сюда посадили в связи с тем, что Роман плавно шел. Он в нашу студию летел. Не знаю, там что помешало. Но вот Рома уже здесь. Давайте его представим. Роман Цепелев, музыкант-композитор. Здравствуйте. Какая классная погода. Прекрасная погода. Прекрасная погода, не правда ли? И ребята решили, что это мы с Анной Лапшиной ее привезли. Расскажи немножко испанского солнышка. Да, это будет буквально трехминутка моего выступления. Дальше весь культпоход будет с Романом Цепелевым. Мы в понедельник вернулись с Анней из Испании. Даже не знаю, в три минуты что уложить. Это было такое путешествие после командировки. Мы брали машину в Мадриде. Брали машину в прокат. В прокат. Казань брал, Астрахань брал машину. Все, за что ни возьмись, все какое-то яркое и страшное впечатление. Потому что первый раз взять машину в прокат, 20 лет не ездить на механике и сесть за руль такого автомобиля, приехать из деревни, ни разу не ездив по магистралям и по развязкам, и поехать там по ним, выезжая из Мадридов, уезжая в Барселону, попасть в крупнейший, прекраснейший город Европы, Мадрид, выходные дни. И увидеть, что в субботу идет демонстрация с 12 до 8 часов вечера. Посвященная чему? Которая называется «Марш достоинства», друзья. Профсоюзы вышли на улицы города, на крупнейшие улицы Мадрида, и шли с 12 до 8 вечера огромные колонны с лозунгами, транспарантами. Кое-что есть у меня на Фейсбуке, можно посмотреть. И ты идешь сквозь вот эту вот колонну, не толпу, а именно колонну, и ты пропитываешься прямо вот тем, что они называют достоинством. Понимаете, что они выходят, и ты чувствуешь, что свободный человек в свободной стране свободен выражать свою гражданскую волю. Они за свои права, за свои честь достоинства. Говорят, премьер-министр, ба-ба-ба, капитализм вот это, значит, коррупция вот это. И при этом стоит полиция, которой достаточно много, на минуточек напоминаем, что четвертый уровень террористической угрозы объявлен, и никого не винтит, в автозаке не запихивает, разруливает, если кто-то спрашивает с улыбкой, что куда, как пройти. И все, от анархистов до лесников, пожарных. И я подозреваю, даже, возможно, тружениц древнейшей профессии, потому что она легализована в Испании. Они все там были. Были инвалиды, были семьями, были феминистки и феминисты. Такое ощущение, потому что значок был. Каждый из нас феминист, например. И эти люди посвятили свой выходной день, чтобы выйти на улицу и продемонстрировать, что они свободны высказываться и требовать то, что они считают своими правами. И когда мы так пересекались с ними и снова встречались, потому что все крупнейшие улицы города были перегорожены. И когда мы в 8 часов вечера уже площади Испании с ними встретились, там была сцена оборудована, и там как раз требования всякие высказывались. Люди уже сидели где-то, что-то не перекусили. А вы спросите, как с взаимопониманием-то? Вы как поняли, что это требование? На каком языке общались? У нас был человек, который мог переводить. Даже если бы он не переводил, то основные какие-то посылы можно было понять. Потому что коррупция, капитализм и премьер-министр всегда можно прочитать. И дальше уходит эта колонна с главной улицы. А за ней прямо сразу идет... Я к тому, как это все сопровождается в городе цивилизованном. А за ними сразу идет такая стройная колонна уборщиков. Профсоюз мусорщиков. Люди, профсоюз мусорщиков вышел. И чистота полная. Люди спокойно задают транспаранты. Опять же, никаких криков, никаких битьеморт и прочее. На минуточку в этот же день, в субботу в Испании, вечером был финал Кубка Испании. Король на стадионе. И то есть в это же время, в этот же день, болельщики прямо с утра, это можно было наблюдать в метро, на улицах, везде, группами собирались. Они целый день готовятся к матчу. Спокойно. И после этого, у нас был просто отель в центре Мадрида. Мы ожидали, Саня, что после таких-то двух событий, что-то должно быть ночью. Что должно происходить. Стекло должно биться. Крики какие-то должны быть. Машины гореть. Нет. Не горели. Ничего этого не было. Ничего этого не было. И на следующий день, в воскресенье, пожалуйста, чемпионат мира по триатлону. Опять весь центр там, да, перегорожен. Пожалуйста, демонстрация в защиту Венесуэлы, свобода Венесуэлы. Тут же рок-концерт. И вот эта последняя зарисовка. Я не буду вам рассказывать про все путешествия. Может быть, когда-нибудь потом, в другой программе. Но в конце хочу сказать еще одна зарисовка про полицейских, мадридских. Как раз с рок-концерта интересная. Ну, все как положено в рок-концерте. Как в концерте там. Интересно одеты люди молодые и немолодые. Пол, значит, асфальтус на площади усыпанный банками пивными. При этом ты тоже не видишь каких-то вот этих. А, брат, он пришел сюда. Хотя, может, они так и говорят. Я же испанский, не знаю. Но, в общем, они довольно мило все себя вели. И я наблюдала, как полицейский, похожий на Брюса Виллиса, он вышел и подошел к дядечке, который был с полторашкой пива. Я не знала, что там полторашки пива. Там тоже такое явление есть. Это была полторашка пива. И он был такой уже хороший-хороший совсем. Он плохо видел, кто к нему подошел. Но он был такой милый, плавный. И полицейский подошел, взял его под локоток. Другой рукой взял руку с бутылкой. Не бутылку, а руку с бутылкой. Плавно его провел к мусорному баку. Тот пытался сопротивляться, но тоже так мягко. То есть не было, что там. Тот был мягко сопротивляться. И головой его в мусорный бак, да? Это не правда. Он взял эту руку, нежно, значит, ее туда в мусорный бак. Вытряхнул эту бутылку из-за руки. Было смотреть на него, как будто у ребенка игрушку отбирают. Что-то ему сказал. Так нежно, типа, шел бы ты домой поспать, поспать. Похлопал по плечу и ушел. И дальше этот же полицейский подходит к группе ребят лет 20-25. Такое ощущение, что туристы все-таки приехавшие. Молодежь готовится к рок-концерту. И у одного чувака забирает удостоверение личности. И вот этот жест, когда он забирает удостоверение личности паспортом, он приводит эту группу из 12 малых людей в состояние сурикатов. Они такие вытянулись и смотрят глазками-острыми на полицейского. Дальше следует пятиминутная беседа. Профилактическая. Взрослые. Ведь ведь взрослые уже ребята. Они кивают головами. Они внимательно смотрят. Момент передачи удостоверения личности обратно сопровождался аплодисментами, поднятием больших пальцев вверх, благодарностью полицейским. И все. И все вот так вот происходит. Что у нас был в этот день, вы помните, 28-го числа? Это Всемирный день велопарадов. Нам сказали, у нас праймерис и у нас день пограничников. Поэтому какой велопарад? Нет. У нас сил не хватит этого все обеспечить. Пограничников на велосипеды посадить. Как бы вот так. В общем, вот я... Спасибо, вы приняли. Спасибо, хорошая. Спасибо за эту познавательную страничку. Сейчас мы накинемся на Романа Цепелева, который немножко передохнул. Но перед тем, как мы набросимся на вас, Роман, все-таки мы сделаем небольшую паузу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Культ поход продолжается. Чуть позже мы вам озвучим те призы, которые сегодня будем разыгрывать. Но все-таки давайте пока все внимание на Романа Цепелева, музыканта-композитора, известного в первую очередь по проекту «Elluminated Faces» в нашем городе. Так, все, Ром? Я жду, когда ты еще что-нибудь скажешь. Мы ждем от тебя все-таки речей и текстов. Впереди большой концерт. Собственно, это наша сегодняшняя основная тема. Концерт, который будет 17 июня, неподалеку совсем от нас. Давай рассказывай, что это за проект. И чуть позже мы, кстати, те звучки, мы с тобой договорились, да, что продемонстрируем нашим слушателям отрывки музыкальные. Но чуть позже. Давайте скажем, почему я так опоздал. Это очень интересная история. Я был на премию у гастроэнтеролога. Это все началось, когда я был еще в Барселоне. Тоже связано с Испанией. То есть кто-то из Испании солнышко привозит, а кто-то везет к гастроэнтерологу. Да-да, я там попал в больницу. Я вообще обожаю, то есть я коллекционирую больницы. Всего мира? Там прекрасные медсестры, которые мне говорят по-английски. Вообще это никак не связано с тем, что я опоздал, конечно же. И, конечно же, я не был у гастроэнтеролога. Я очень рад быть здесь с вами на Эхо-Московой. Тем более, что я здесь когда-то еще работал на Эхо-Московой. Да, мы помним, да. Это такое особенное место. Приятно. Ну, хорошо, давай уже ближе, собственно, к концертам, к проектам, к работе, к творчеству. Будет концерт 17 июня. Я буду выступать немножко под другим именем. Если до этого все мои концерты проходили с тем, что я стоял за ноутбуком и улыбался во весь рот, то теперь я буду очень мало стоять за ноутбуком. Я буду петь. Я как-то уже более активно буду романом использовать. То есть надо добавить список еще. Певец. Певец. Список того, кем я не являюсь. Музыкант, певец. Что за музыка будет звучать? Как долго готовился этот проект, который будет 17-го числа представлен? Он готовился долго. И часть песен были написаны еще, что я думал, я их выпущу еще под именем Эльминитвейсис. Но потом я решил в какой-то момент отделить песни от непесен разными названиями. Что значит песня от непесни? То есть трек, в котором отсутствует вокал, это непесня, да? Ну, условно говоря, да. То есть это не то, что прям такой термин общепринятый. Это просто я так для себя придумал, что вот у меня есть песни, то есть будут песни. Я надеюсь, будут песни, а будут и не песни. И вот вообще еще не все готово. Поэтому я так немножко сейчас, то есть я еще активно все делаю и готовлю. Еще там все неясно. Мы вот сегодня будем встречаться со художником по свету. В общем, не все еще готово. Люди, пришедшие на этот концерт, ну как, это танцпол все-таки, да, там будет? Так, кстати, я знаю, что заметил. Там не будет дозьячих мест. И ни ты, ни Рома пока еще не сказали, где это будет. Мне вообще понравилось пока. Не сказали. Мы хотим рассказать, Роману это возникнет. А можно рекламировать? Конечно, можно. Можно. Это будет в клубе конструктор практик. Ну это правда совсем недалеко отсюда, да? Да, буквально через дорогу. На территории завода бывшего. Люди будут танцевать? Там не будет мест сидячих. Единственное, что вот. Но в целом никто никого танцевать не доставляет. То есть можно просто постоять? Ну лучше, конечно, попрыгать. Лучше подвигаться. Проект называется Soft Future. Soft Future. Мягкое будущее. Да, короче. Денис Князев, я обращаюсь сейчас к нашему звукорежиссеру. Послушаем отрывок, да? Да, давайте. Анонс номер один, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Так, как характеризовать, наименовать то, что мы сейчас услышали? Это было вступление к песне. Такая маленькая задравочка. Как долго готовился материал для этого концерта? Ну, учитывая, что он все еще не до конца готов, он готовился долго. Ну, наверное, месяцы, годы. Год. Год. Еще просто я часто прерываюсь, скажем, для работы. Если я, скажем, пишу музыку для кино, то, скорее всего, этот месяц я пишу только музыку для кино, потому что музыка для кино очень много сил и времени отнимает. Ну, если будет время, мы обязательно поговорим еще о работе над, собственно, материалом музыкальным для фильма. Вот, поэтому это, то есть если, скажем, я назову год, то это не, конечно же, я весь год, то есть я там перерываю на спектакле или на кино. Но в целом это, наверное, год, а может даже больше. Потому что, ну, это, то есть я пишу музыку каждый день, и какие-то черновики, которые я сначала выкинул, потом вдруг возникают, и какое-то для них находится применение. Поэтому тут можно сказать, что я, не знаю, лет 10 уже пишу этот альбом. — Рома, вообще, смотри, вот вопрос такой, вот это вот «Мягкое будущее», ты его изначально уже увидел, и потом уже стал в ту сторону двигаться? Или вот уже из чего, что готово, вдруг стала складываться эта картинка? — «Мягкое будущее» — это, да, «Мягкое будущее». — То есть это такая концепция изначально заложенная, или она возникла по ходу? — Если ты говоришь именно про название... — Ну, соответственно, про музыку, которая в это название вписана. — Название здесь, то есть я вообще не отношусь к названиям, то есть если, скажем, я называю группу, например, «Убийцы», не говорит о том, что мы будем петь про убийства, и что мы убийцы. Ну, то есть слово — это слово, у него есть какой-то свой там определенный смысл, который он несет, свой порядок, который он накладывает. И «Soft Future» — это не говорит о том, что у меня будут песни про будущее, и что оно мягкое, или вообще про какой-то футуризм. Это просто какая-то моя саморефлексия. Я всю жизнь боюсь будущего, и вообще мысли о нем меня всегда приводят в сильное волнение. И я подумал, что если, скажем, я так назову, то, может быть, я буду меньше бояться будущего, если буду каждый день говорить «Soft Future». — Вообще, как часто, музыкант Роман Цепелев дает концерты-то в Кирове. — В Кирове редко. — Редко. Вот, это я для того, чтобы подчеркнуть, ну, такую уникальность предстоящего мероприятия. — Спасибо. — Спасибо. Так, Роман, мы тебя пару минут попросим отдохнуть. Нам нужно озвучить список призов, которые мы сегодня разыгрываем. И, кстати, билеты на концерты сегодня проходки. — Да, отлично все. — Еще телефон студии нашей на всякий случай, потому что скоро будут вопросы. — 211-101. — Я все время забываю. — Поехали. Что разыгрываем? — Драматический театр, билеты на спектакли. У нас в гостях гастролирует Казанский драмтеатр. Билеты на спектакль, соответственно, Казанского драматического театра. Это «Брак по-итальянски» 14 июня, «Скрипачная крыша» 15 июня и «Трехгрошовая опера» 17 июня. Там два спектакля 16 плюс, «Скрипачная крыша» 12. — Как обычно у нас книги. Конечно же, есть культ походик «Красавица» и «Чудовище», «Другая история», «Белль» 16 плюс. — Очень-очень красивая книжка. Такая забавно оформленная. «Путеводитель по звездному небу России». Вот эта книжка, которую я себе взял. Очень люблю о небе посмотреть. Всего лишь 6 плюсов ограничения. Познавательный, увлекательный путеводитель для начинающих и любителей. Чтобы разобраться, где там, что у нас светится и как называется. Ричард Элман, «Оскар Уальд». Книжка для взрослых, 18 плюс. Полная биография непредсказуемого, таинственного, скандального, добросердечного, остроумного и циничного господина Уальда. Автор неутомимо и тщательно работал над этой книгой, которая была отмечена в Пулитеровской премии по книге Элмана. В 1997 году был снят фильм «Уальд». — Со Стивеном Фрайем главная роль. Прекрасный совершенно фильм и книгу, и фильм. Поэтому надо рекомендовать обязательно. — Следующая книжка. — Горе от ума, горе от ума, причуды выдающихся мыслителей. Это тоже 16 плюс. Так что благодаря странностям восприятия украшающего мира, великие были обычными и одновременно неординарными личностями. У них были свои причуды, поэтому здесь можно про них забавное прочитать очень много. — Ну и, конечно же, скажу о том, что эти и другие книжки можно купить в магазине «Читай город» Преображенская улица, 65, торговый центр «Театро» и «Ленина» 103А, торговый центр «Крым». — Кроме того, у нас, как всегда, есть пригласительные билеты в нашу любимую галерею «Прогресса». Это выставки, которые уже идут «Краски среди земноморья». Это выставка «Общество потребления и планета Земля». А также показ короткометражек романтических комедий «Rom.com Shorts 2». Там уже 18 плюс ограничения, в отличие от выставок. Но очень хорошая подборочка, по-моему, 7 фильмов, свежие романтические комедии. — И если вы захотите, вы еще можете пойти в Вятский художественный музей. Выставка «Дольче Вита. Сладкая жизнь». Есть у нас пригласительные на двух персон. — Ну и еще раз повторюсь. «Soft Future» — выступление Романа Цепелева, 18 июня. Конструктор практики. — Во сколько там начало? — В 7 часов начало. Дверь откроется. — А возрастное ограничение? — 16 плюс. — 16 плюс, да. Вот можете выбрать тоже билеты на это мероприятие. Роман, пора задавать вопросы. — Вопрос нашим слушателям. — Очень сложный вопрос. — А может, с легкого начнем? — Не, пусть будет сложный. — Пусть сразу трудно станет. — Мне кажется, пусть к искусству должно рвать какое-то усилие. Нужно тренировать мышцы души, я считаю. — Мышцы головного мозга тоже. — Мышцы души. — Итак, вопрос. — Итак, так как я работал раньше на «Эхо Москвы», здесь были прекрасные дни и сложные дни, я был автором первой заставки к программе «Культ поход», в которой я сейчас здесь сижу с вами. У меня такой вопрос, какая песня была в заставке? — Ух ты. Это была композиция где-то? — Это был отрывок из песни, там слов не было из песни, я могу дать подсказку. Это моя любимая группа, и название состоит из двух слов. Сложный вопрос, я согласен. — Такая прям вот подсказка-подсказка. Даже для ведущих культ похода сложный вопрос. — Сложный вопрос. — Я, например, просто не помню этой заставки. Я тоже не припомню. Наш звукорежиссер Денис Князь не помнит. Даже звукорежиссер, который знает весь материал, который звучит на радиостанции, не припомнит такого вопроса. Предлагаю подсказывать дальше, потому что действительно сложный вопрос. — Может быть, хотя бы место, откуда эта группа российская. — Это группа из Англии. — Из Англии. — Очень много названий групп из двух слов в Англии. — Я могу дать сейчас суперсильную подсказку, это вся страна поймет. Даже любая бабушка, которая сейчас полит грядку. В первом составе этой группы вокалист повесился. — И они поменяли название на другое название. — Теперь уже можно даже и отвечать. Но я не буду. Мы оставим... — То есть Николай уже все доготовался. — Я уже понял, да. Не так уж много вокалистов повесилось. — 211-101 названий группы. — И два прекрасных фильма про этот сюжет у нас, как минимум, я знаю, смотрел, да? — Название группы британской. — Британской, да. — Одна из композиций, которая была использована для создания заставки программы «Культпоход». — Да. Что-то мне грустно стало. Повесился вокалист. — Я даже могу... Можно сказать, как звали вокалисты? — Нет, вокалист повесился в другой группе. Ну, в смысле, это был состав. Ну, Силанов, все, мне кажется, все будет понятно. — То есть изначальный был состав. Потом, когда вокалист повесился, то они переформатировались, да, трое остались, будем делать дальше музыку. — И стали делать другую немного музыку, все-таки, согласись. — Да-да-да. — И, кстати, до сих пор еще существует. — Да, и до сих пор еще существует. — Недавно слушал их запись 16-го года. — Я был на их концерте. — Вот. — Я общался с вокалистом в гримерке. У меня тогда была сломана рука. — Гастроэнтеролог, рука. — Я обожаю его. — Гастроэнтеролог, он пошутил, он же сказал уже. — Ну, вообще, полиция... — Давайте дальше подсказывать. — Давайте подсказывать дальше. — Ступор, ступор наши слушатели. — Мы не вогнали никого в ступор, просто люди как-то не могут сообразить. Это очень известная группа, на самом деле, Володя. Очень известная группа. Вот. Ну что, может, одно из двух слов назовем? Которое в названии... Ну, по-русски назовем его. — А нам нужно прямо сейчас, да, вот прям... — Прямо сейчас. — Время идет, прямой эфир другого не будет у нас. — Давайте подсказывать дальше. Давайте одно из двух слов переведем, давайте второе переведем. Оно так созвучно тому, что происходит в Кириллской — Группа из Манчестера. — Из Манчестера. Манчестерская группа. — Прицел сейчас навели, да? Британия-Манчестер. — Британия-Манчестер. — Ага. Манчестерская группа. — Да что ж такое-то. — Футбольный клуб Манчестера. — В Манчестере много футбольных клубов. — А вот про музыкальные... — Дальше подсказывайте, дальше. Сейчас мы ничего не разыграем. — А у нас есть уже звонок, между прочим. — Алло. — Алло. — Да, добрый день. — Здравствуйте. — Ответ, говорите. — Здравствуйте. Может быть, это группа Rolling Stone? — Нет. — Еще одна попытка. — Нет, к сожалению. — Еще одна попытка. — Мик Джейгер, слава богу, жив до сих пор и не повесился. — Еще раз простите. — Может быть, это группа Rolling Stone? — Нет, нет, нет. — Нет, дальше нет. — Это тотальный не Rolling Stone. — Тогда может, вот Микро. — Нет. — Дальше. — Как вас зовут, простите, не поинтересовались. — Как вас зовут? — Меня зовут Сергей. — Сергей, нет, это очень-очень далеко от реального ответа. — Там другое направление, да? — Да, совершенно. — Гораздо более позднее. — Ну, давайте я тогда подскажу, как называлась группа до того, как один из вокалистов... — Давайте. — Она называлась Joy Division. — Joy Division первое название. — Вот Сергей, какие мы сегодня... — Вот была группа Joy Division, потом Ян Кертис покинул ее, и, соответственно, ребята оставшиеся создали другую команду. — Ну, можно уже, честно говоря, и загуглить уже. — Да, конечно. — Ну, да, такая и вторая группа. — Ну, Сергей, видимо, вы не отвечаете, да, правильно? — Нет, давайте тогда собираемся. — Хорошо, ждем. — Нам будет похочеть через 10 минут заканчивать. — Да ладно. — Мы еще ничего не разобрали. — А вот что самое интересное, когда эта группа поменяла свое название, они принципиально не стали играть песни, которые у них были написаны до этого. — То есть они вообще сделали классно, что они ушли от каверов. — Поэтому я их целиком поддерживаю и терпеть не могу, кавер-группы. — Ну, не каверов, а каверов все-таки, да. — А мы не знаем, как правильно. — Слушаем, слушаем, слушаем еще. — Алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Меня зовут Александр. — Да. — Александр. — О чем речь? — New Order. — Конечно, New Order, господи. — Александр, вы молодец. — Молодец, бинго, вы угадали. — А песня называлась Regret, к сожалению. — Что выбираете, Александр? — Ну, билеты в театр, если есть. — Да есть, конечно. А что именно? — На три спектакля. — 14-е, 15-е, 17-е июня. — Брак по-итальянски. — Театр на Спасской. — Нет, у нас только Казанский большой драматический театр. Приехал там с гастролями имени Василия Качалова. Поэтому как бы вот либо брак по-итальянски, либо скрипач на крыше, либо трехгрошовая опера. — Ну, давайте, 14-е число. — 14-е брак по-итальянски. — Брак по-итальянски. — Прекрасная комедия Эдуарда де Филиппа в двух действиях. — Спасибо, спасибо. — Брак по-итальянски. — Ну что? — Я только и ограбление по-итальянски знаю. — Это примерно тоже самое. — Замечательный фильм. — Сделаем паузу и вернемся. — Да, давайте. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Культ поход. — С вами и с нами Культ поход. Николай Голиков. — Владимир Сметанин. — Наш гость Роман Цепелев. Музыкант, композитор. И мы уже анонсировали тот концерт, который будет 17 июня в нашем городе в Конструктор практике. Собственно, чего же говорить-то о нем? Надо приходить просто. — Конечно. Тем более билет на него можно выиграть, ответив на наш вопрос. — Ну и масса у нас еще других призов. И книги, и билеты в театр у нас есть. — И билеты в Галерею прогресса, и билеты в Вятский художественный музей. У меня братьев Воснецовых. — Давайте дальше играть. Время бежит очень быстро. Николай. — Да, по рок-н-роллу. — Да, по рок-н-роллу немножко. Но мы как бы уже про него начали. Я обычно готовлюсь очень скрупулезно. А сегодня получилось так, что мне ночью приснился Кит Ричардс. Был страшный сон, да. Он был недобр ко мне. Но тем не менее, я проснулся с этим ощущением. Вопросы я практически не подготовил. Песенки успел собрать. — Гитарист группы? — Гитарист группы Rolling Stones, которая сегодня уже упоминалась. Кстати, знаешь, что одно время он выступал под псевдонимом в этой группе? — Да. — Я очень улыбался, когда прочитал. Он так-то Кит Ричардс, а псевдоним не был, знаешь, какой? Кит Ричардс. Букву «С» убрали, сказали, она не звучит. Надо убрать, да, Кит Ричардс. — Кит Ричардс. — Он не только, понимаешь ли, гитарист, он еще и певец, и очень много композиций. Роллинг Стоунс он спел, причем спел прекрасно, и помимо Роллинг Стоунс тоже. Поэтому сегодня он будет звучать в качестве вокалиста. Вот первый фрагмент я попрошу передать, а потом задам свой вопрос. — Вот здесь не только вокал Кит Ричардса звучит, это 69-го года, между прочим, запись, 69-го года. — Простите, перебил у Кита Ричардса день рождения тогда же, когда его Алексея Алексеевича Венедиктова, я смотрю. — Да, только в разные годы. Вообще он ровесник нашего губернатора Николая Ивановича Шаклеина, они оба родились в декабре 43-го года, так что они ровесники, да, если учесть, что Кит Ричардс пока еще выступает и довольно-таки эффективно, то надо сказать, что, пожалуй, рок-н-ролл не так уж и вреден для здоровья, да? — А вопрос мой очень простой, помимо того, что там поет, играет на гитаре, он еще и снимается в кино, и много что делает, а в том числе и коллекционирует гитары. У него хорошая коллекция гитар. — Вопрос простой, сколько гитар в коллекцию у Кита Ричардса? — И три варианта ответа. — 100 гитар. — Да? — Тысяча гитар. — Тысяча гитар или три тысячи гитар. — Вот сколько у него в коллекции гитар? — Сто? — Тысяча или три тысячи? — Никогда не понимал, зачем коллекционировать гитары? Зачем забивать ими свое жилище? Любой может прогуглить, это самая известная коллекция гитар, он обещал ее передать в музее Артон Роу. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Александр. — Александр. Сколько гитар у Кита Ричардса в коллекции? — Тысяча. — Мало? — Три. — Три. — Три тысячи, конечно. У него три тысячи гитар в коллекции. И мало того, интересная история, он как-то шел после концерта, к нему подошел мужик и говорит, слушай, купи гитару, у тебя точно такой нет, да? Он гитару взял, сел в тачку и уехал, денег не вернул. — Ох ты, он еще и барыга такой. — Он еще вот такой жулик к тому же всего. Вы угадали совершенно, Александр, что бы вы хотели получить? — Драм-театр 15-го юня. — Скрипач на крыше. — Скрипач на крыше. — Скрипач на крыше. — Казанский, драматический, именно Качалово. — Кладите трубочку, вам объяснят, как билет положить, получить этот, да? — Да. — А мы продолжаем. Владимир, твоя очередь. — Я сегодня не буду оригинальным, я снова попрошу что-нибудь исполнить у наших слушателей. — Ну классно, будем слушать. — А, кстати, можно и петь, да. Просто эта же неделя примечательна тем, что была 218-я годовщина со дня рождения. Кого? — Неужели нашего солнца русской поэзии? — Конечно. Родители, родители современного русского языка. — 6-го июня. — 6-го июня, да. Пушкинский день России. — Пожалуйста, дозвонитесь. 211-101 и что-нибудь любимое, хорошее. — Милое сердце, да. — Прочитатели спеть. — Можно спеть. Романцев очень много. И уже желающие исполнить. — И взрослые, и детские. Ну, действительно, Александр Сергеевич, наш светоч. — Уже есть желающие. — Алло, да. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Андрей Жигалин. — Да-да-да. — Андрей Жигалин сейчас будет исполнять Александра Сергеевича. — Да, Евгений Онегин, сначала и до конца. — Да нет, я, например, анчара лучше. — Но только недолго. — Нет, чуть-чуть. — Да. — В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. — Спасибо большое, Андрей, что напомнили эти замечательные строки. Ну, что, в театр или книжку, или куда еще? — В театр на Треброшевое уперо. — Хорошо, 17 июня. — Все. Театр у нас ушел сегодня вообще легко. — Да, не кладите трубку, пожалуйста, Андрей. Ну, вот театр, ну, действительно, один из самых старейших в стране. Дальше рулетка снова на Романа. — Романа. — Еще что-нибудь такое, да? — Но вот не такое сложное. — Да ладно. — Надо было два вопроса. — Ты один подготовил. — А я один. — Зато сложный. — Один подготовил и какой. — Ну что, тогда снова нашли рулетку, да? — Хорошо. — Тогда снова про Кита Ричардцев, понимаете? Вот дело в том, что в 2007 году Романгстон собирались к нам в Россию, да? — Приехать с гастролями. — В каком году? — В 2007. — Ну, кто-то там сломал что-то там себе. — Тихо-тихо-тихо-тихо. — Он, конечно, сломал. — Я извиняю. — Он, конечно, сломал. Это то, что сломал, нормально. Думаю, вдруг ты скажешь. — Это было просто. — Да. А, да, ну, перед тем, что прозвучало, давай кусочек композиции еще, да, такой. — Пожалуйста. — Хороший, добрый. — То есть вокал Кита Ричардца. — Вокал Кита Ричардца, да. Очень. — You'll never know how many dreams I've dreamt about you. Or how empty they all seem without you. So kiss me once. — Очень интересная вообще композиция. Это трибют. Вот. Они вдвое мужчин поют песенку такую. — Три бьют одного. — Они двое мужчин поют песенку, так сказать, поцелую меня, поцелую меня еще раз, поцелую меня еще раз. Очень смеются при этом весело, да. Месяц упал и начинал. А вопрос у меня такой. Они в 2007 году собирались приехать в Россию, но гастроли отменились, потому что «Арлин Стоунс» не могут ехать без гитариста, а гитарист получил травму, потому что упал. У меня вопрос такой, откуда упал Кит Ричард в апреле 2006 года? Вопрос первый. Он упал с пальмы. Вопрос второй. Он упал с крыльца. Ну, и третий. Ну, лампочка менялся, с тремянки грохнулся. Вот кто ответит? — Хозяйственный такой, Кит Ричард. — Ну, он всякий бывает. — Полез лампочка меняется. — Кстати, желающий ответить уже есть. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Елена. — Да. — Елена. И откуда же грохнулся наш гитарист? — С пальмы. — Совершенно верно. Представляете? На фиджах там с пальмы, да. — Да, было, было такое дело. — А что он туда полез? — Что на пальму полез? Не знаю. Может, плохо видно было или там связи нет. Может, мобильная. — Но он вообще отличается такими. — У нас сейчас на деревья лазят, чтобы связь была мобильная, да? Там, алло, алло, там плохо слышно. — Он вообще отличается такими непредсказуемыми поступками, да? — Ну, начелый парень. — 73 года. — 73 года уже. — Ну, его было чуть-чуть меньше тогда. Это был все-таки шестой год, то есть ему было всего лишь 63. Чего в 63 года не залезть на пальму, да? — Лен, что вы хотели получить за правильный ответ? — Алло. — Алло. — Ну, правильный ответили-то. Есть звонок-то у нас еще на линии? Алло. — Елена. — Елена, вы куда пропали? — Пожалуйста, перезвоните нам, пожалуйста. — Пожалуйста, перезвоните, пожалуйста. — Дважды сказал, пожалуйста, да. — Да очень вежлив. — 211-1. Ну что, следующее? — Давай тогда. — Следующего попрошу, собственно, нашего слушателя из Александра Сергеевича Пушкина что-нибудь исполнить. — А, ты еще хочешь Пушкина послушать? — Прекрасно, да. — Вся неделя. Вот, например, библиотеки Центрального городского имени Пушкина там всю неделю проходят мероприятия. И можно прийти и поучаствовать. — То есть мы сейчас ждем до узанков. Во-первых, чтобы Елена перезвонила и выбрала приз. Во-вторых, чтобы кто-то нам еще Пушкина прочитал, да? — 201-101. Почитайте нам, пожалуйста, Пушкина. У тебя, например, давно как-то не обращался к его творчеству уже. — Я недавно, Евгений Евгений читал. Так интересно. — Недавно. Вот один из тех авторов, которого можно перечитывать бесконечно и что-нибудь… — Здравствуйте. — Заново открывать. — Алло. — Здравствуйте. — Здрасте. Это не Елена, видимо. — Нет. — А как вас зовут? — Меня зовут Светлана. — Светлана. Ну, что вы прочитаете? — Давай. — Или споете? — Нет, я прочитаю. «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как геничистого введей». — Как мемолётное введение. — Как геничистого. — Да, чистой красоты. — Отлично. — Отлично. — Ну, четыре, точнее, там ошибочка была. Четыре балла, но зачтено. — Да. — Пушкина любите? — Да. — Читаете периодически, перечитываете? — Евгений Онегин — обязательно. — Спасибо большое, что порадовали нас с этим чтением. Что вы хотите получить в качестве приза? — Галерея «Прогресс». — «Краски среди диземноморья», «Общество патриоткометражки». — Фильмы. — Фильмы. — Фильмы. — Это 15 июня в 7 часов вечера. Вам 18 лет есть уже? — Конечно. — Значит, там 18+, вы смотрите про любовь. Любовь штука такая. — Хорошо, не кладите, пожалуйста. — Вот не кладите трубочку, вам скажут, как получить этот билет. — Спасибо. Роман, вопрос созрел? — Нет, не созрел. — А он, слушай, он, по-моему, даже и не думал. — Он влечет, разглядывает, что не происходит. — На всю сторону мячик бросил и наслаждается эфиром. — У вас так классно получается? — Ну что, снова я, значит. — Есть еще? — Конечно. — Кит Ричард не исчерпаем. Ну еще маленький фрагментик. Это уже чисто из его сольного творчества. Без всяких. — Ой. — Что-то там такое веселое пошло. — Да, не очень удачно зазвучало почему-то. — А песня достаточно злая, посвященная его постоянному партнеру по Rolling Stones, Мику Джаггеру, знаешь, называется «Ты меня больше не трогаешь уже». — Они что, поссорились? — Ты то ли что-то не то выпил, то ли как-то не то сделал. Короче, все, между нами все порвало. У них был такой период жизни, вот как раз он этот сольный альбом свой выпустил. — Способачились? — Да. Я поговорю про кино. Мы же говорили, что он еще в кино снимается. В том числе он снимается в «Пиратах Карибского моря», уже в двух сериях он снялся, да? — Его очень любит Джонни Депп, вот в чем дело. Джонни Депп просто боготворит Кит Ричардса. И когда он делал воробьята, вот этот образ, он ходил как Кит Ричардс, он руками махал как Кит Ричардс, потом решил его еще и позвать в фильм. Он уже в двух сериях снялся, он там играет капитана Тига. Так вопрос такой вот. Капитан Тиг в этом фильме, он кто? Приходится Джонни Деппу-то, то есть воробьюта нашему Джаку. — Именно в фильме? — Да, в фильме, конечно. Он ему брат, он мусват и он ему папа. — Так, я вот, честно говоря, не фанат пиратов. — Ну так что ж. — И мне сложно ответить, конечно, на этот вопрос. — Кем приходится Капитан Тиг Джеку Воробью? Или по-русски говоря Кит Ричардс Джонни Депп? — Сват, брат или папа? — Сват, брат или папа. Кстати, ответ уже есть, фильм довольно-таки популярен. — Слушаем вас, вы в эфире. — Здравствуйте. — Здрасте, как вас зовут? — Наталья. — Я думала, что это его отец. — Ну по фильму это, безусловно, его отец. То есть вы абсолютно правы, Наталья. Вы любите этот фильм? — Да, правда, последний час пока не смотрелся. — Ну так все, впереди еще. Она как раз сейчас, по-моему, на экранах. — Ура! Вы снова выиграли у нас. — Какой именно? Надо определиться, что хотите. — Что у вас есть? — Ой, у нас есть книжки, у нас есть галерея прогресса. — Книжки прекрасные, галерея прогресса, Советский художественный музей. — И билет на концерт Романа Цепелева. — А, когда будет? — 17-го числа. — Нет, давайте лучше книжку. — Книжку? — Книжку? — А какую? — Увы, Роман. — Книжка «Красавица и чудовище», «Путеводитель по звездному небу России», «Оскар Уальд» и «Чудо выдающихся мыслителей» и «Горе от ума» называется книжка. — Давайте «По звездному небу». — «По звездному небу». Вот так я на нее смотрел, а вы ее забрали. — Хорошо. — Да ладно. — Есть у нас еще, собственно, минутка, две минутки. Кстати, мы сейчас про фильмы говорили. Мы знаем, Роман, что работа над фильмом была, над музыкой для фильма. Что за фильм, когда выйдет? — Он уже вышел, он шел в прокате по всем большим городам страны. В Кирове не было, к сожалению. Это фильм детский, приключенческий, московский. Там снимали звезды. — А как называется? — «Кладды». — Кладды. — Кладды. Которые в землю закапывают кладды. — Все эти уже выложены, можно скачать, посмотреть. — Я не знаю, был ли релиз на DVD. Я как-то это не слежу. Может, есть какая-то пиратская. — И полностью, от начала до конца, музыка Романа Цеплева, да? — Да, там только моя музыка. И сейчас я еще работаю над новой музыкой. Еще к этому проекту, который пока не могу озвучивать. — Тоже на широкие экраны выйдет? — Пока не могу сказать ничего. — Классный проект. — Подписывали что-то за разглашение или что-то? — Ну, конечно. — Как загадочно. Ну, зато ясно, что концерт, редкий концерт Романа Цеплева состоится в нашем городе 17-го числа. Мы анонсировали. Надеюсь, вас заинтересовали. Времени у нас больше задавать вопросы нет. Увы, нету, да ведь? — И у вас отвечает, соответственно, тоже. — Спасибо большое, Роман Цепелев, наш гость, Николай Голиков. — Спасибо, что позвали. — Спасибо, что пришли. — Я не прощаюсь, вернусь через 20 минут уже в программе «Союз не рушит». — А я надеюсь, вернусь только на следующей неделе. — И не в понедельник, кстати. Мужской понедельник отменяется в честь того, что будет День города и День России. — Мини-отпуск. — Всего хорошего! — Культпоход — КУЛЬТПОХОД Продолжение следует...